Здесь на въезде стоят такие турникеты, вы приезжаете, берете билет, заезжаете, 15 минут находитесь бесплатно. Если вы хотите быть больше, то вы едете на парковку, ну, потом уже, соответственно, когда будете выезжать, будете оплачивать, прежде чем выезжать, вас не выпустят из территории. На втором этаже у нас находится зал вылета, на первом этаже у нас зал прилета, поэтому если вы вылетаете, то вам на второй этаже заниматься. Вот, видимо, на мост поехали, а если же вам забирать те, которые прилетели, то туда вывезете. Ну что, друзья, мы с вами находимся в аэропорту Минск-2. По требованиям необходимо быть в маске, были требования еще перчатки резиновые. Надеюсь, сейчас этого уже не понадобится. Посмотрим, что у нас. Я уже рассказывал, здесь есть несколько вариантов. Раньше был поезд, поезда сейчас нет, он не ходит. Автобус, он примерно каждый час-полтора ходит из Минска. Также такси, ну, или друзья вас могут подвезти. Пешком сюда не добраться. Очень далеко. Находится примерно в 15 километрах от Минска. Вот он наш аэропорт. Пугаться здесь ничего не надо. Вы заходите на второй этаж. Есть такая вот информационное табло, на котором будет указан ваш рейс. Вы находите ваш рейс, смотрите, какие кассы принимают багаж и идете, соответственно, в эти кассы. Вот их номера. Видите? Они идут подряд, поэтому вы не ошибетесь. Слева направо. После того, как вы сдали ваш багаж, вы проходите паспортный и пограничный контроль. Он будет в билете указан, куда вам идти. Ну, как правило, это вот туда вот, направо. И там будет. Сейчас пройдем, я вам покажу, где находится пограничный. Ну, сначала у вас будет досмотр. Вас проверят билет, то, что проверят паспорт, чтобы допустить уже дальше на пограничный и паспортный контроль. То есть, проверят вещи, вы пройдете через рамку. Все стандартно. Потом у вас проверят паспорт, что вы можете вылетать. Это зона для... Вот пункт А. Пункт досмотра. Но это для Visa Priority. Это для VIP-клиентов, у которых есть А для обычных клиентов. Пункт А. Там находится пункт Б. Ну и, соответственно, дальше заходите. Но там снимать нельзя. Поэтому, к сожалению, внутрь я вам не сниму. У вас, как я говорил, сначала проверяют билеты, проверяют паспорта, потом проходите досмотр, а потом уже попадаете в зону паспортного контроля и дальше в зону дьюти-фри. Я вам постараюсь снять тоже зону дьюти-фри. Мне, в принципе, нравится наш дьюти-фри в Минске, потому что здесь очень хорошие цены. И вот сколько я летал с разных стран и был в дьюти-фри. В принципе, ну, лучше цен я не видел. То есть, и на спиртное, и на очки, и на вещи, и на парфюмерию. Поэтому рекомендую обязательно воспользоваться, если кто-то будет лететь. Даже зашли. Если вы потерялись, подошли к любому сотруднику аэропорта и спросили. Или справочный информационный центр ищите, и все вопросы туда задают. Это первый контроль. Это вас проверяют билеты и паспорт, потом вы попадаете в зону досмотра, и потом попадаете в зону паспортного контроля. И потом уже в зону дьюти-фри, и потом вы покупаете покупки, и после того, как вы сделали покупки, вы идете дальше в самолет, ну, когда посадка начинается, и там у вас билеты проверяют, и вы садитесь на свои места. Разобраться в том, что написано на табло. Сейчас покажу табло. Постараюсь, выдаст мне. Вот, смотрите. Видите, как разобраться. Первое. Это ваш рейс. Он указан у вас в билете, как правило, всегда. Второе. Ну, это тоже рейс, все то же самое. Аэропорт назначения, откуда мы летим. Вот, например, мой рейс 8109 Измир. Вылет 17.55. Ну, и ожидаемое время вылет тоже 17.55. Стойки регистрации 24.26. Бизнес-класс 23. Ну, если вы летите бизнес-классом, соответственно. Регистрация начала, 17.55. И видите, регистрация 17.15, конец, заканчивается, извините. То есть получается за 40 минут. И point, точка для паспортного пограничного контроля, это точка B, которую я вам показывал. Надо будет идти туда. И видите, check-in. Это регистрация началась, а на нашей рейсе еще не началась. Потому что она будет начинаться приблизительно в 15.55. Сейчас в 15.28. Через 30 минут. То есть у нас еще есть, в принципе, время. Тепловизоры и мерят ли температуру. Ну, покрашенные я не видел. Возможно, когда будем проходить паспортный контроль и пограничный, то в аэропорту сдается очень просто. Он при сдаче билетов, при получении билетов, вас забирают багаж. Вручную кладь. Ага. Из особенностей сейчас, из фишек. Нельзя брать с собой на борт ручную кладь. Можно взять только ноутбук, фотоаппарат, наверное. Ну, какие-то маленькие вещи. Ну, а все остальное вас попросят обязательно сдать в багаж. То есть это из особенностей, из требований сейчас. Аэропорт очень простой, маленький. Да, его отремонтировали. Сейчас реновируют дальше. Продолжают. То есть когда я первый раз с ним улетал, ну, это вообще был какой-то не аэропорт, а, я бы сказал, какой-то автовокзал. Условно. То есть других сенсаций вот не нету. А сейчас его хорошо сделали. Очень круто. Гуляю по аэропорту. Спрашивали, есть ли здесь средства для обработки рук. Они здесь действительно есть. Вот здесь вот стойка сзади за мной стоит в туалете. То есть я изначально не обратил внимание, что они есть, но они есть. Как говорил, необходимо заполнять вот такую вот карточку. Здесь есть на русском и на английском. Заполнять, конечно же, нужно полностью на английском ее. Или вам ее распечатают в агентстве, в котором вы покупали тур. Если же у вас ее нет, вы можете попросить в аэропорту сотрудников аэропорта. Началась посадка. Вот на этом этапе, видите, температуру мерят. Ну, сейчас женщина отойдет. И вот, раз, раз, вам дают такой перешок. Это ваш билет посадочный. И плюс здесь на багаж еще идет. Дальше вы проходите или ножками по трапу в самолет, или вас на автобусе довозят. Но если на автобусе, то лучше идти последним, потому что все равно автобус пока вы не придете, не уедет. И люди следят. Анкету здоровья попросили, сразу же забрали на борту. Поэтому, прежде чем идти в самолет, анкету здоровья. Ну и дальше идем на свое место.